Своя студия Заметите, иногда в студии со мной сидят, я Алиса Гребенщикова, и со мной сидит мой сын Алексей. А сегодня у нас целая детская компания. У нас есть ещё Роза и Николай. Да. А пришли они с своей мамой, Машей Макаровой. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли с детьми. Маш, часто бывает такое, что дети сходят с тобой куда-то на передачи, на записи, на концерты? Нет, на самом деле это не так часто. Дети как-то в основном в школу ходят. Вот, и на всякие свои кружки. Но сегодня как-то вот мы не успели. Розочка сегодня должна была поехать к себе на занятия конным спортом. Но что-то мы сегодня профилонили, потому что надо было выбирать либо туда, либо сюда. Вот, мы выбрали вас. Ой, спасибо большое. Мне приятно. Ну так, у нас всё-таки музыкальный вечер сегодня. Может быть, вы сыграете, споёте сразу? С удовольствием. Вам старенькая, новенькая, медленная, быстрая. Что, как настроение? Что душа просит? Ой, да как-то вот... У нас же такой вечер, спокойный вечер. Чай, дети. Но мы обычно начинаем концерт с песни «Земля», наверное, начнём и сегодняшнюю телепередачу с неё же. Спи, я завтра зайду за тобою. После семи. Я... Зимнее солнце, и я появляюсь всё реже, реже. Мне так больно смотреть, как красиво лежишь ты на теле реки. Ты, ты боишься меня, ведь мои поцелуи, как нож тебя режет. Эй, земля, залей меня. Снегом. 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 Любовь спасёт мир. Спи, я завтра зайду за тобою с первым лучом. Я хочу быть слабее, я хочу быть с тобою всё чаще и ближе. Я тебя обожгу, но я всё же прижмусь своим жарким плечом к белым снежным губам. И уже никогда, никогда не увижу. Эй, земля, залей меня. Снегом. 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 Встреча сновь. Снегом. Встреча сновь. Мин Эй, земля Эй, земля Эй, земля Залей меня Снегом Талым Для тех, кто нас не видит на канале YouTube, а слушает вживую по радио, должна сказать, что Маша, ты пришла не одна. И на гитаре-то играет зимний Георгий. Зимний, потому что, Георгий, у тебя такие любопытные штаны ватные. Ммм Это, кстати, отличная компания Contras. И вот такие штаны наши друзья, они вот прям делают бомбовские. У меня, кстати, тоже контровские штаны. Маша, ты тоже очень интересно выглядишь, очень нарядно. Вот, понимаешь, настоящая дива, рок-дива. Дива. Дива-дива. Настоящая рок-дива-дива. И такая рубаха у тебя, и штаны, понимаешь? Я просто как девочка не могу этого не отметить. И с начосом колесони, как пели братья Гадюкины. Да. А вот я обратила внимание, что старшие дети, именно Роза и Алексей, во время исполнения песни рисовали очень увлечённо, а Николай задумчиво смотрел куда-то вверх. Как они к твоим песням относятся? Дети, как вы относитесь к моим песням? Супер. Супер, кричит Николай сейчас. Расскажи нам, Коль. Рассказывай, Коль. Я просто люблю маму. О, хороший. Мне кажется, вот, правда, ещё раз скажу, но это очень хороший сегодня вечер получается. Почему? Настоящий семейный. Пятница. В пятницу хорошо собираться всем вместе, а ещё и когда у нас скоро новогодние праздники. У вас есть какие-то традиции новогодние? Ну, вот, собираемся ёлку украшать. Мы привезли из Краснодара сегодня много-много игрушек. И тем более у нас на Рождество день рождения у моих сёстрок. Прекрасно. Так что мы отмечаем на Рождество, не только Рождество, но ещё и день рождения розочки и мирочки. Вот, так что, ну, не знаю, таких особенных традиций у нас нет. Обычно мы едем к бабушке все в деревню, на Волгу, в Ивановскую область на эти праздники. Но сегодня как-то на этот раз не получится, потому что бабушка у нас сделала операцию на глазик, и нельзя там перенапрягаться, расчищать дорожки и всё такое. Поэтому будем в Москве, будем покупать ёлку и здесь всё украшать. Ну, тоже хорошо. Москва обещает быть очень красивой в эти новогодние каникулы. Мы, кстати, тоже всегда проводим на даче всё время новогодние. Ну, так хорошо там. Да. Здесь как-то страшно, честно говоря, оставаться в Москве. Ну, мы как-то... Алексей никогда и не был в новогодней Москве, но прямо в новогодние каникулы, потому что мы всегда обычно в лесу встречаем этот праздник. Да. Ещё один праздник ждёт вас в наступающем году. В вашей группе 20 лет. О, да. Действительно 20 лет. Мне, честно говоря, даже как-то не верится, но это так. Это факт. Я когда об этом прочитала, думаю, как 20? Уже 20? Уже 20. Вот. И приходите к нам. В Москве будем мы праздновать в Йота Спейсе 14 января, а в Петербурге, в Авроре, 13 января. Тоже будем для вас играть в своё 20-летие и презентовать наш новый альбом, по крайней мере, частично. Мы хотим выпустить, ну, успеть сделать наш сингл, то есть уже диски готовые с синглом, и сыграть, в принципе, весь новый альбом для вас вживую. Поэтому приходите, вас ждут и старые песни, и новые, с новым звучанием, всякие сюрпризы, гости и так далее. Мы вас очень ждём. Список гостей довольно внушительный, как я посмотрела. Ну да, в Москве довольно много как-то народу к нам собралось прийти. И Александр Скляр, и Линда, и Серёжа Галанин, и Ваня Симбе. Все должны быть. Вот. Посмотрим. Мне кажется, получится очень душевный, тёплый, хороший концерт. А не ваши будут песни петь? Нет. Я надеюсь. Хотелось бы, чтобы свои. Просто я не знаю, как это делается. Может, как бывает, как трибьют. Раз, пришли, и как подарок спели. Не, ну бывает, конечно, и такое. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы и Саша свою песню спел, мою любимую, и Ваня. А, ну это как на день рождения пришли гости, да? Да. С своими подарками. Со своими песнями. А спойте свои любимые. Вот. Мои любимые их песни. Это было бы очень здорово. А вы с ними играли как-то вместе? Вообще вместе или в совместных концертах? В совместных концертах. Ну вот с Александром, с Кляром мы давали такой прям совместный, вместе пели концерт, собирали с ним деньги, помню, на Донбасс, и собрали что-то там полмиллиона как-то в Южкорелле. Такой был у нас хороший концертик получился. С Линдой никогда вместе не играли, но вот как-то недавно встретились и так были рады друг друга видеть почему-то. Мы так обрадовались, что мы еще живы. Я говорю, Линда, давай что-нибудь вместе сделаем. И мы с таким удовольствием, я уже нашла песню, которую я очень хочу успеть все-таки к 20-летию сделать этот совместный трек. Надеюсь, что всем понравится. Вот. Что мы все сделаем вовремя. Также и с Ваней 7Б были концерты. Ну, как-то да, мы дружим. Ну, вот как происходит дружба у музыкантов? Ой, ну, как-то хочется... Ну, так сказать, что мы очень часто встречаемся. Нет, мы даже с моими музыкантами очень редко вот так вот мимо концертов и репетиций встречаемся. Действительно, как-то вот чем дальше живешь, тем меньше времени. Вот, что ты как-то... Ой, да. Уже думаю, вот пришло время, когда нужно избавляться уже от всего лишнего, чтобы успеть хотя бы свои какие-то дела сделать, абизоны какие-то. Вот. И вот ты думаешь, что можно выкинуть за борт вообще? Вот что не... И что можно? Ну, что вот, пить, курить как минимум точно не стоит. Я вот не успеваю ничего с этим. А соцсети? Вот соцсети, все, от Фейсбука я избавилась, слава богу, потому что он у меня занимал больше всего времени. Вот. И сразу, знаете, как ощутимо появилась вот какая-то временная подушка дополнительная. Но ВКонтакте все-таки я сижу, вот он по сравнению с Фейсбуком, мне кажется, как такая тихая деревенька, где-нибудь на берегу реки, там и музыкой можно спокойно обмениваться. А, Фейсбук, это такая магистраль, прям, ух, Москва-сити. Так что я оставила ВКонтакте и какие-то там вайбер, ватсап, чтобы было. А Инстаграм? Нет, и не было меня там никогда в Инстаграме. Так что вот есть какие-то такие буферки. Ну, что еще могу сказать? Можно еще спеть. Да, лучше петь, а то, честно, с разговорами вообще проблема. Особенно, как начнешь на концерте что-нибудь говорить, думаешь, блин, зачем вообще влезла в этот жанр. Вот, так что лучше нам петь. Мы, наверное, поэтому и пишем песни, потому что трудно выразить вот то, что хочется словами, в прозе, как говорится. Поэтому пишешь песни, и как-то они более или менее хотя бы отображают вообще твой настрой. Ну, а так как вот у нас тут Коля бегает в желтой яркой курточке, то давай споем песню под названием «Коля». Но это не про этого Коля нужно помечать. Прости меня, Коля, Мне нравится имя, Но нежной я быть не смогла, Как хотела, погладила левой луну, Что на вырост пошла, Очень смело мне не было дела. Мечтая о светлом пути, Я, конечно, попутала карты На сердце отметкой любви, А на пике кровавые капли В холодном лесу искрести без костей Не добраться до правды Так пусть бубны поют Для гостей всех мастей Мне было так трудно Собрать свои силы, Ты знаешь, я думала, я победила, Но этого мало, Я всё проиграла И как только сказала о том, что узнала Я всё потеряла Мечтая о светлом пути Я, конечно, попутала карты На сердце отметка любви А на пике кровавые капли В холодном лесу из крестей Без гостей не добраться до правды Так пусть бубны поют для гостей всех мастей На-на-на-на-ны Прости меня, Коля Я так неспокойна Как было прикольно с тобой отдыхать Там, где белки и кони Но странная сила Меня охватила И с этой полянки с собой забрала навсегда А-а-а-а-а-а-а А-а-а-а Ой, какой волшебный мир Волшебный Да, вокруг всегда Всегда? Конечно Просто мамашный мир Мамашный мир просто Мариусик, ты опять меня ешь Хватит, а то ничего не останется От мамы На вот тебе шоколадку Мама, я уже съел кусочек Пойди, розочки дай Иди Вот Мамашный мир Прекрасный мамашный мир у нас Мамашный, мамашный Маш-мамаша Прости Вот Николай, смотри, отнес конфетку Старшей сестре и снова к мамочке пришел А скажи У тебя Обожаю маму Обожаю маму А песни изменились, когда дети появились? Ой, такой странный вопрос Я не знаю Как они В каком смысле изменились? Давай, смотри Не, не так спрошу Вот были какие-то песни, которые ты пела до того, как родились розы и мира, да? Потом ты их не бросил Ты же, наверное, их потом продолжал петь? Что-то из этого Да вообще, ну как, песни Некоторые проходят какую-то проверку временем И почему ты с ними остаешься И еще год, и еще И 20 лет прошло, а ты их все поешь А какие-то вот Хоп, и ты не можешь войти в эту реку Как бы тебе неинтересно, ну, туда входить Есть какие-то песни, которые требуют, скажем так, воспроизведения неких таких эмоций Которые мне чужды стали Может быть, какой-то жалости к себе Или вот чего-то такого вот Какой-то злости Не знаю Как Я не хочу заново переживать Это уже не мое Я понимаю, что это не тот путь какой-то И я перестаю пользоваться этой песней как формой, да? Потому что, в принципе, песня — это некая форма всего лишь Через которую ты передаешь посыл Посын Хочу бросить тебя поцеловать Ты же мой золотой Что такое? Вот оно, Орбин Да, и скажи Ну вот Песни существуют отдельно от детей Вот те песни, которые с тобой были 20 лет назад И которые есть сейчас Которые не ушли Которые не отсеялись Они Дети на них повлияли как-то или нет? Или ты их как пела как 20 лет назад Так они и сейчас существуют Ну в такое же То же самое ты транслируешь Вот знаешь, Олес На самом деле Есть прямое влияние детей на песни Даже не на песни, а на пение само То есть Вот я заметила, что после каждых родов А их у меня было две штуки, как говорится Я почему-то начинала лучше петь Я никогда не училась пению вокалу Не распеваюсь даже никогда Но я замечаю, что со временем Я как-то лучше петь начинаю Во-первых, это опыт, конечно, и так далее Но после родов этот апгрейд Очень ощутим становится Может быть, как-то голос там Во время этих родовых криков И вот чего-то как-то там что-то продавливается Или как-то углубляется Я не знаю Но очень прям заметен результат Голос становится глубже Сильнее Улучшаются вокальные вот эти все данные Может, из-за того, что ты сама становишься спокойнее Потому что чем ты спокойнее Тем у тебя проще внутри всему резонировать Нет? Не знаю Я вот прям чувствую, что вот прям Как будто какая-то работа проведена была Со всем вот этим аппаратом После каждых родов И он прям, хоп, мощнее Как будто туда более мощный двигатель поставили Что-то раскрывается, может быть? Что-то раскрывается, сто процентов Вот первый раз я это заметила И второй раз Вот это ощутимое влияние А так, конечно, дети, естественно, влияют Не только на песни, но всю жизнь Я, правда, затрудняюсь ответить, как именно Нет, ну на жизнь понятно На жизнь они на каждую женщину влияют На жизнь каждой женщины влияют Просто вот я, знаешь, к чему? Творчество – это какая-то отдельная дорога Которая идёт параллельно жизненной или нет? Или они очень тесно связаны для тебя? Ну, это же одна энергия, в принципе Какая-то и творческая энергия Это и сексуальная энергия, и энергия сновидений Это вот эта вот энергия нашего вот этого энергетического тела Скажем так, извините за такое схематичное выражение Но, то есть это относится не к физическому телу А, можно сказать, это душа Или вот некий такой наш дабл, который питается вот этой всей энергией И творчество тоже отсюда И дети отсюда, и всё вот Волшебность наша вот, всё оттуда А писать легче стало? С песней, скажем так, песни легче приходят? Нет Или это не связано? Я не знаю Вообще песни легко приходят Но вот сделать вот так вот щелчок пальцем Или я не знаю Никей говорил, что Чё вы выпендриваетесь? Какое там вдохновение? Сели, взяли бутылку коньяка и написали песню Я такая думаю Да, в натуре пошла Купила бутылку коньяка Села и написала песню Но каждый раз это не получается О, сколько бутылок коньяка было выпито А песен так мало Нет, ну, можно, конечно, войти специально в это состояние Так же, как специально войти в осознанное сновидение Но это не всегда получается, к сожалению Песня как-то... Я не знаю, что это вообще А бывает, когда внезапно, вот в самый неожиданный момент Когда вот совсем этого не ждёшь Ну, не знаю, родительское собрание Ты ходишь на родительское собрание? Нет Я раньше ходила Теперь я постоянно где-то оказываюсь на гастролях И всё время кто-то ходит Я даже не была Сейчас девочки пришли в другой корпус школы В пятом классе Я даже не была там ни разу Ну, я на связи с учительницей, всё нормально Вот А по поводу... В самый неожиданный момент Почему-то мне в основном песни приходят В каком-нибудь общественном транспорте Где-то в движении Вот я смотрю в окно И, видимо, как-то я застываю Вроде как и движение, да, просто Я не знаю Всё время то в маршрутке То в троллейбусе То в трамвае То в метро Ну, вот какая-то такая фишка Это очень любопытно То в машине Вот, ну, после песни «Рыбак и рыбка» я написала В машине Без тебя в маршрутке Ну, так можно много вспоминать И вот... Или когда идёшь просто Вот это движение Оно способствует фантазиям А ещё споёте? Конечно Ну, вот что мы споём Да раз «Рыбак и рыбку» вспомнили Может, её и сыграем Да, которая в машине По дороге в аэропорт Куда-то мы в Сибирь летели Да, и вот я до самолёта Как раз в машине написала песню А прилетели И мы с Максом уже сидели-сидели Подбирали Оказалось, непростая песня Так, для подбора аккордов Чё-то мы долго прям её Как-то... Ну, давай, чё, «Рыбак и рыбка» Рыбак и рыбка Рыбак и рыбка Судьбы улыбка Перевернулась и не вернулась Какая пытка Бывает, если с желанием вместе Живу не здесь я А где-то в прошлом Или мечтаю о чём-то большем А в эту секунду Всё так хорошо Так просто, понятно и ясно И именно это мгновенье одно Прекрасно, прекрасно, прекрасно Старик и море Старик и море Старик и море Как много соли Там, где куда ты Ушёл когда-то По доброй воле А эта рыба Такая глыба Сорвалась в бездну И с той минуты тебе как будто уже известно, Что в эту секунду всё так хорошо, Так просто, понятно и ясно. И именно это мгновенье одно Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Какие мысли, такие песни, и снова вместе Мы здесь играем лучами рая, нам неизвестно О том, что будет, о том, что было, мы позабыли. И падать низко, и зрить высоко нас отпустили. Так просто, понятно и ясно. И именно это мгновенье одно Прекрасно, прекрасно, прекрасно. А в эту секунду всё так хорошо, Так просто, понятно и ясно. И именно это мгновенье одно Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Первым подмосковным радио в проекте «Своя студия». Немножко дополнил не просто акустический, А акустический детский, на бэк-вокале Николай у нас сегодня был в песне «Рыбак-рыбка». Что-то хочет ещё, Николай? Всё, сиди спокойно. Да, Николай будет сидеть спокойно. Мы тоже, на самом деле, очень спокойно сидим И очень спокойно сейчас разговариваем О самых спокойных вещах на свете. А что самое спокойное, как ты думаешь, Маша? Самое спокойное – утро. Утро? Ну, если пораньше встать. Это такое прекрасное время. А ты рано встаёшь? О, Боже, я мечтаю только об этом. Но каждый раз, когда мне удаётся не заснуть до рассвета, Я думаю, Боже, какое же я прекрасное время пропускаю. Самое светлое, самое спокойное, самое удивительное. Ну, надо как-то навостриться, вернуться к тому, Избавиться от всего лишнего, тогда появится время вставать пораньше. Меньше, чтобы времени было на сон. Я уже тут начинаю вычислять, какие бы методы помогли поменьше спать, Чтобы... Малыш, не стучи, пожалуйста, ножку. Кофе попить. Кофе попить, конечно, как без кофе-то. Заняться каким-нибудь делом. Каким, например? Какие дела хорошо делать с утра? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Рисовать. Ну, рисование с утра – это отличное, кстати, дело. Стишки почитать, да? Я... 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 Я всегда... Это самое... Утром рисую свою школу рисования. Школа «Доброе утро». Школа «Доброе утро». Какая-то прекрасная школа. Там нравится тебе? Да. Я там уже почти раскрасил таинственный сад. Таинственный сад? Да. У меня книжка такая с ручками. М-м-м. Какой удивительный мамашный мир. Машный-мамашный мир. Так, еще что-то, Коля, ты хочешь рассказать нам? И еще я... Я там уже много чего нашел, что надо. Там даже ежики есть. М-м-м. А ты рисуешь сама, Маш? Да, я рисую. А мама-то у тебя рисует? Как? Давай, расскажи нам, мама рисует? Я, честно говоря, не особо рисую. Но я очень люблю художников. Я люблю дружить с художниками. Самой рисовать не умею. Расскажи, пожалуйста, еще... Вот, знаешь, все-таки вернусь к тому, что 20 лет группе. Это тоже, опять же, не очень выкладывается у меня в голове. А с чего она началась, группа? Ой... С яйца или с курицы, вот понять бы, с чего же она началась-то, группа. Ну, наверное, началась группа все-таки в Краснодаре еще, когда мы были молодыми. Ой, ты так долго рассказывать, Алис, может, я не буду, пожалуйста. Можно. У меня мысли дальше, дальше, дальше в итоге сейчас с того, что я родилась... Веселым была ребенком? Скорее, грустным. Грустным? Да, мне кажется, вот ребенком я была серьезным и таким... Не особо хохотушкой такой я была. СМЕХ А в кухне? СМЕХ А любила одна играть? Да. Как-то... А у тебя есть братья или сестры? Да, у меня два брата-близнеца, Мишенька и Данечка, они на год меня младше, и вот у меня получилось так, что я девочек-близняшек родила. Ну, то есть ты одна так спокойно и не играла в одиночестве? Ну, в принципе, да. Ну, я могла. У меня как-то вот был всегда богатый какой-то мир. Вот, спасибо мамочке и всем моим любимым, близким, родным за то, что они как-то вот смогли создать вокруг нас богатый, правда, какой-то красочный, волшебный мир. В принципе, нам скучно никогда не было. А когда ты петь начала? Вот я сначала начала писать стихи. Ага. Да, то есть это, видимо, тоже вот что-то... У меня, в принципе, и мама, и папа пишут стихи, они совершенно разные поэты, но вот у них есть... И я помню, в 6 лет мы с мамочкой были во Львове, с братиками, и я вот в таком ларьке-свюспечате на вокзале увидела такой резной блокнотик с ручечкой. И я вот прям смотрю на него и говорю, мама, мне так нравится этот блокнотик. И она мне его купила, и я помню, что вот сидя на вокзале я начала какие-то там первые свои стихотворения писать, и до сих пор этот блокнотик где-то лежит. То есть вот с детства как-то... Вообще я в детстве гораздо больше умела всего, чем сейчас. Я и вязать тогда умела, и рисовать я всё умела тогда. А петь как-то, ну, не знаю, так вот прям... Не, ну пела как бы в школе и всё. А в подростковом периоде, да, вот когда мне просто захотелось этого стиля жизни, мне хотелось быть с этими людьми. Ой, это интересно. Мне хотелось вот с ними во дворе, вот с гитарой. Я только научилась на гитаре играть поэт, потому что мне хотелось быть в этой тусовочке. Как тут не запоёшь? И тут я вспомнила, что я вроде как и стихи писать у меня. А почему не написать песню? Да написала, я даже помню эту ужасную первую песню. Вот, но тем не менее как-то оно пошло-поехало. Ну, что за ужасная первая песня? Ну, немножко про неё расскажи. Мы шли, мы чё-то там, тададам, по чёрному песку. Вороны нас клевали, вселяя в нас тоску. И не было видно храма, и не было воды. И, Георгий, там другие аккорды были. Вдруг выкрикнул кто-то, мама, но крик заглушили вороны. И припев, где ты, горизонт? Ну, в общем, был так жесткач. Ну, потом как-то полегче, полегче, и вроде стали какие-то солнечные песни появляться. Ну, это так здорово. Я помню вот эти первые ощущения, когда ты только научился играть на гитаре, перед тобой открывается целый мир. То есть вот сознание начинающего, да, вот это состояние белого листа, когда всё перед тобой, вот гитара, ты, конечно, знаешь, там три аккорда, но из этих трёх аккордов можно столько всего. Я помню, бегу из школы, скорее домой, взять гитару, и что-нибудь там уже в голове звучит вот эта вот последовательность аккордов какая-то там, уже какие-то слова начинают пробиваться. Ну, это супер, класс. Сейчас такое состояние трудно поймать. Вот сейчас уже как-то так, уже избирателен мозг, сразу всё в ведро выбрасывает. Нет, 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 подождём, что-нибудь получше. А девочки играют? Девчонки у меня отучились в музыкалке четыре года, и вот в этом году просто они предстали передо мной со слезами на глазах. Я вот просто вот себя корю, на самом деле, за это вот. Они говорят, мама, пожалуйста, мы не хотим музыкалку. Я говорю, а что же вы хотите? Одна вот лошади, вот у неё просто вот роза, она обожает лошадей, собак, и всё, ей больше ничего не надо, она хочет живот. А Мирочка, вот она рисовать как раз. И вот они говорят, пожалуйста, вот эту вот к лошадям, а другую в художественную школу. Так я и сделала. А вот тут мне вот через полгода стало так жалко, и думаю, вот я... Нет же, чтобы немножечко всё-таки подпродавить и поднажать. Ну как так? Четыре года рос, а? Что, сыграешь нам что-нибудь, нет? Тут сейчас Алексей, да, Алексей, давай. Значит, гости, которые пришли, дети, они в теме? Да. А значит, а я не в теме? Это что? Лёш, скажи, пожалуйста, что нам делать? Восстанавливаться в музыкалку или нет? Или вот пускай занимаются тем, чем хотят, или всё-таки вот... Пусть хотят, что хотят, то и воротят. То и воротят, да? Так, но музыкальное образование – это важно? Как тебе кажется? Не знаю. Вот я, например, очень жалею, что я не закончила. У меня всего там год музыкальной школы, но вот сейчас я выросла, и я думаю, как бы хорошо, если бы вот у меня было мастерство какое-то, я бы умела играть на каком-то инструменте. У меня, кстати, был год перерыва. Я вначале... А я играю на гитаре. Вот ты умница. Я смотрю и на пианино, и на гитаре. Вот это здорово, когда ты можешь вот взять и сыграть. Это очень большой кайф. Тем более, пока у нас музыкальное образование бесплатное, можно спокойно ходить. Шикарные учителя ещё остались живы, великолепные. Какая у нас прекрасная была Елена Валентиновна, Рос. Всё, со следующего года восстанавливаемся. Правда, она на барабаны теперь хочет. Ну, там тоже ксилофон, нормальная тема. Но нужно дожимать. Не нужно бросать. В любом случае, взялся за дело, нужно его доводить до конца. Я что-то немножечко подрасслабилась. Ну, ладно, дети, такая размякла всё. Ну, лошади так... Лошади тоже хорошо. Прекрасно просто. Нужно совмещать. Мама, чего только нам? Что? Только барабанчики. Только барабанчики. У меня, вот честно, Роза, смотри, у меня был перерыв год. Я вначале училась играть на фортепьяно, потом тоже сказала, всё, не могу больше. Год прошёл, и я опять вернулась. А в каком классе? Я вот... Я играла второй, третий, четвёртый. Потом у меня был год перерыв, потом ещё... Ну вот. Вот то же самое. Розочка, настраивайтесь, настраивайтесь. Хорошо. Потом, кстати, барабаны тоже у меня потом были, но барабаны так уже... У старших товарищей подучились. Барабаны тоже классно, потому что барабаны – это ксилофон. Ты тоже там будешь... Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Мама. Отличная тема. Мама. Нет, это здорово. Музыка – это шикарно. Мама. Мама. А может ещё песню тогда? Давай, чуть-чуть попозже. Мы сейчас песенку споём, раз уж мы вот тут все в детях, давайте тогда и песню споём под названием «Детка». Хорошие такие. Сколько же можно раз тебе говорить, Детка, сколько же нужно жить, чтоб себя понять, Знаешь ли ты? Время уходит в порточку, словно дым. Детка, всё, что ещё казалось вчера твоим. Детка, всё, что ты так хотела с собой забрать, Только мечты. Разве свободу искали мы, Детка, чтобы вновь взяться за старое, Детка, как надоели привычные Эти страдания. Создание пустоты Пустим бумажного змея мы Метко. И небо послужит нам крайней отметкой, И нет больше страха потерь, А любовь – это ты. Если ты будешь плакать, я ухожу, Детка, Знаешь, я этих жалоб не выношу, Детка, В небе так много звёзд их не сосчитать, Времени нет. Хватит искать вопрос на плохой ответ, Детка, Там, где темно и холодно, Счастья нет. Детка, лучше смотри туда, За горой луна зеркалит свет. Не даёт забыть нам о солнце, Разве свободу искали мы, Детка, Чтобы вновь взяться за старое, Детка, Как надоели привычные Эти стреляния. Создание пустоты Пустим бумажного змея мы Метко. И небо послужит нам крайней отметкой, И нет больше страха потерь, А любовь – это ты. Создание чистоты. Ну что ты, Алексей Гребельчаков на ударных подыграл? Да, Алексей? И Николай тут переползал на маме. Это если кто-то не видит нас, а слушает, Я должна рассказать, что происходит в этот момент в студии. Коля ползал, обнимал Машу, забирался на ручки. Никак-то на вокале вообще не отразилось, ничего. Не сбилось ни разу дыхание, ни слова не пропустилось, ничего. Коля успел забраться, оползать маму всю переобнимать. Да, Алексей, что ты хочешь сказать? А розочка тихо подпевала. Да, розочка подпевала, розочка знала все слова. Чуть-чуть, да. Роз, а тебе нравятся песни эти? Угу. Угу. Так расскажи к нам. Переходи сюда, расскажи нам про мамины песни. Розик, это что? Так, вот. Что ты можешь нам рассказать? А ты сама пишешь? Ну, я. Да. Кстати, да, между прочим. Роз, признавайся. Чуть-чуть. Я как-то их застала. Вот они бросили музыкалку, типа, у меня. И я слышу, в комнате доносятся какие-то волшебные звуки. Оказывается, они с Мирой сидят там. Мирочка, к сожалению, не пришла сегодня, она приболела у нас. Сидят, и Роза играет бас там. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А Эмир, аааа, соляк какой-то играет. Я захожу, думаю, класс, давайте я вам на барабанах подыграю. И мы так классно, вообще, у нас прям целый ансамбль. Вау, Коля, давай! Я могу на животе! Вот, а так у Розы получается. Иногда она и текст. Ты помнишь, Роз, какие у тебя там были с мелодиями? И она вообще все время ходит и поет. Я говорю, ну, Роз, ну это преступление. Ну как музыкалку бросать с такими вот музыкальными мозгочками? Нет, ну все, решили, что возвращаемся с будущего года, да, Роз? Да, мы решили, мы всем, видишь, полутора миллионов зрителей и слушателей пообещали. Теперь обратной дороги нет, все. Потом с Лешей в одной группе сыграем. Да, возьмете? А вы по классу чего учились в музыкалке? Ну у них была специальность хор, но у нас была такая замечательная Елена Валентиновна по фортепиано, что у меня было полное ощущение, что у нас специальность фортепиано. Вон, возьмете себе гитариста. Вот, значит, барабанщица Елена. Я буду барабанщиком. Роза барабанщик, Мирочка на клавишах, Леша на гитаре и Малюсик на подпевках на подтанцовках. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, да. Ребят, с вами весело, вообще, скороже. Вообще-то я еще и на барабанах чуть-чуть умею. Ну, у вас будет большая... Ты можешь на перкуссе играть. Что? Это маленькие барабанщики всякие вот такие вот. А, да, да, да. Тамбурин возьмешь, бубен возьмешь вот так вот в руки, шейкер. Я, вообще-то, у нас был концерт на даче у моего друга, и там я на барабанах играл. Помнишь? Да, конечно, помню. Да, ты молодец, Алексей. Но пока у нас не закончилось время эфира, я хочу попросить еще песню. Можно же, да? Да, конечно. Все, последнюю уже, да? Нет. Еще не последнюю? Люблю мамины песни. Люблю мамины песни. Что потом сказала она? Пока все отвернулись и закрыли уши. Еще две, да? А две, да? Можем еще две? Да, конечно. Ну что, ребятушки, давайте рассасывайтесь потихонечку, а то я даже списка не вижу возможных песен. Хорошо, ну давайте тогда сейчас я хочу, наверное, спеть одну песенку, которую написала не я стихи, а как-то чудом ко мне ВКонтакте пришел. Я читала письмо, и там была написана песня для Маши и Медведей, и текст просто ручкой написан, фотка такая. И я как-то так, ну что ты что-то потом прочитала, какой интересный текст прикольный, мне он так понравился, но какой-то вот размер не свойственный мне, и я даже не могла себе представить, как ее сделать. И вдруг однажды ночью я сплю, так, в пол-полусон какой-то, сыночка, вот, и говорит, встань, пойди на кухню, открой компьютер, зайди ВКонтакт, вот, найди эту песню, возьми гитару и давай. И давай, вот, я иду среди ночи, открываю компьютер, сыночка, это самое, ну вот, открываю, нахожусь, этот листик, боже, у меня язык, я говорить разучилась, конечно. То есть, вот, беру гитару, и прям вот беру и начинаю играть. Я думаю, все, это моя песня, вот так не бывает просто, я долго там месяц ходила, что-то думала, никак у меня. И тут бац, вот, хоп, и прорвало. Называется она «У Бога на руках», а написал ее Ваня Козин, очень прикольный московский поэт, он же Стив Бургундец. Кстати, он написал также заглавную песню, сыночка, подожди, пожалуйста, а то у нас слова запутаются, и никто ничего не поймет. Заглавную песню для нашего будущего альбома, который скоро увидит свет, он будет называться «Зимородок», и Ванька написал шикарную совершенно песню. Сегодня мы ее петь не будем, потому что мы ее как-то так немножечко засюрпризили, вот, споем «Пока, о Бога на руках». Ваня, большое тебе привет, и спасибо за песняк. Смотри, земля и небо на одних качелях, Целуются, как пара во дворе. Они свои восторги и печали делят и обещают вечно не стареть. А ты сидишь у Бога на руках И шепчешь в уши нежные слова И исчезает боль, сгорает страх Любовь, как мельница, все крутит журновая И ты идешь той солнечной девчонкой, поплачущей от счастья муставой И мир, укутанный в пеленки, любим тобой А ты сидишь у Бога на руках И шепчешь в уши нежные слова И исчезает боль, сгорает страх Любовь, как мельница, все крутит журновая И ты, вдыхая эту зиму, выдыхаешь Цветущую и ждущую весну И от блаженства внутреннего таешь В постели утром солнце обняло луну А ты сидишь у Бога на руках И шепчешь в уши нежные слова И исчезает боль, сгорает страх Любовь, как мельница, все крутит журновая А ты сидишь у Бога на руках И шепчешь в уши нежные слова И исчезает боль, сгорает страх Любовь, как мельница, все крутит журновая Какие-то неожиданные аккорды Неожиданному эфиру неожиданные аккорды Вот что я могу сказать Это неожиданная мама еще Неожиданная мама, да Что, неожиданный мальчик Алексей Ты тоже что-то имеешь сказать? Я придумала название этого вечера Это не взрослый вечер, а детский вечер Да Совместный вечер Совместный вечер, семейный так называемый, да, у нас получился Спасибо большое Необычный Необычный Необычный, а неожиданный 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 семейный эфир Спасибо большое Маша, Николай, Роза, Алексей Тебе тоже спасибо За что? За что? За то, что вы тут украсили нам картину мира За то, что вообще, за что, Алексей? Да я тебя тоже потискаю За то, что дети у нас украшают мир Украшают, облагораживают мам своих, пап, всех вообще Я сейчас съем эту маму За то, что меня кто-нибудь съест наконец-таки уже Да, держи Георгию, конечно, тоже спасибо Георгий немножко затерялся у нас в шуме, в детском гуле А вот скромный Георгий, взрослый, скромный Георгий А дети шумные, разговаривали, высказывали свою точку зрения, не стесняясь Но только с какой-то песеной С какой-то песенкой Про какую-то песенку Поэтому мы будем прощаться Есть какие-то пожелания нашим слушателям к Новому году? Конечно, пожелания быть счастливыми, радостными, добрыми, хорошими людьми Брать детей на работу Хороших выходных И Нового года Хорошего Нового года И хороших подарков Коль, может ты что-нибудь пожелаешь, а? Рост, пожелай что-нибудь радиослушателям и телезрителям Я хочу пожелать и радиослушателям и телезрителям Хорошего Нового года, Рождества и настроения, естественно Молодец, Коль И я хочу передать огромный привет своей сестренке Милочке, чтобы она выздоровела А я хочу передать привет своей тете Мимке Мимулечка, привет Привет Малюсик, давай Пока есть такой шанс Говори Привет, я хочу всем передать привет Правильно Всем лучше всего Георгий, передай тоже как-нибудь привет Живите, любите, теряйте и вновь обретайте себя Ой, прекрасно Вот кто-то сказал Но мы не отпустим вас без песни Мама сказала что Да, ребята, ну что, на прощание мы такую приветственную песню Хорошо Ну что, пока салют, как говорит Снова снился мне сон Ожиданье сбылось Голубь ветку принес И окончился дождь А проснулась опять Засверкала гроза И слезами войной Затопила глаза Их, на осколках ковчега Я скажу тебе Здравствуй, Арарат Мне привиделось это Мой извечный дом Яблоневый сад На пороге рассвета В небе, в небе звезды так горят Слышно многое лето Где-то, где-то Здравствуй, Арарат Здравствуй, Арарат Здравствуй, Арарат А внизу темный лес Все смешалось на дне Вавилонскую ввысь Строит сверхчеловек Пусть умели летать Атлантиды сыны Атлантиды сыны Но не спас третий глаз Их от силы воды Их, на осколках ковчега Я скажу тебе Здравствуй, Арарат Мне привиделось это Мой извечный дом Яблоневый сад На пороге рассвета В небе, в небе звезды так горят Слышно многое лето Где-то, где-то Здравствуй, Арарат Здравствуй, Арарат Здравствуй, Арарат Здравствуй, Арарат Здравствуй, Арарат В небе, Арарат На осколках ковчега Я скажу тебе здравствуй, Арарат Не привиделось это Мой извечный дом, яблоневый сад На пороге рассвета В небе, в небе звезды так горят Слышно многое лето Где-то, где-то Здравствуй, здравствуй, здравствуй Здравствуй, Арарат Нет Ам, ам, ам Съем Своя студия